Несмотря на то, что реальная жизнь иногда может удивить нас больше, чем телевидение, создателям таких сериалов все же удается увлечь зрителей, заставляя их следить за приключениями любимых героев на экране. В этом плане сериалы, подобные этому, могут стать прекрасным дополнением к жизни, позволяя забыть о реальности и на несколько часов погрузиться в другой мир, полный эмоций и переживаний. К сожалению, всему хорошему когда-нибудь приходит конец, и кинематографические истории не исключение. Но иногда создатели сериалов придумывают что-то новое, необычное, уникальное. Герои таких историй готовы к приключениям и неожиданностям, не боятся и не теряются в сложных ситуациях. Наоборот, они успешно находят выход из них. А что уж говорить об актерах, которые рвутся сниматься в таких проектах, где смогут проявить свой творческий потенциал и талант. Актеры, как и принято в этом жанре, отлично подобраны, каждый со своим характером хорошо вписывающимся в сюжет. Все их персонажи разные, со своими неповторимыми чертами и судьбами. Каждый актер в сериале максимально отыграл свою роль. Главных героев сериала удачно разработали как создатели проекта, так и сами актеры. Кстати, последние очень гармонично смотрятся на экране, а их исполнение никого не оставляет равнодушным. Несмотря на бесчисленные исследования, опросы и алгоритмы, используемые для анализа потребительского поведения, предсказание успеха в индустрии развлечений – это, как известно, сложная задача. Но есть и хорошие новости. Мы можем делать обоснованные предположения, основываясь на определенных факторах, которые исторически были связаны с успехом. Например, известные актеры или режиссеры, связанные с проектом, часто привлекают внимание и волнение публики. Сильная маркетинговая кампания также может вызвать ажиотаж и ожидания. Еще одним фактором является жанр постановки. Определенные жанры, такие как боевик, комедия и драма, имеют широкую привлекательность и, как правило, хорошо себя зарекомендовали. Однако даже в рамках этих жанров успех может быть разным. Например, романтическая комедия может стать хитом, а боевик может провалиться. Также стоит учитывать нынешний культурный климат. Постановки, затрагивающие актуальные социальные или политические вопросы, часто вызывают разговоры и вызывают интерес. Конечно, из каждого правила есть исключения. Некоторые постановки с громкими именами, масштабными маркетинговыми кампаниями и популярными жанрами по-прежнему проваливаются в прокате или не привлекают внимание зрителей. А иногда производство без громких имен, небольшого маркетинга и малопопулярного жанра может стать неожиданным хитом. Однако стоит отметить, что рост стриминг-сервисов добавил новый уровень сложности к прогнозированию успеха. Эти сервисы полагаются на аналитику, основанную на данных, для принятия решений о том, какой контент производить или приобретать. Анализируя данные о просмотрах и поведении пользователей, они могут определить закономерности и тенденции, которые могут указывать на то, что интересует аудиторию. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся деньги, чтобы воплощать в жизнь ваши любимые сериалы и фильмы? Этот вопрос озадачил многих, и ответ на него одновременно завораживает и удивляет. Во-первых, важно понимать, что создание сериала или фильма – это немалый подвиг. Это требует много времени, сил и, конечно же, денег. Итак, откуда берутся эти деньги? Одним из источников являются сами студии. Многие студии имеют финансовую поддержку для финансирования собственного производства. Они могут позволить себе инвестировать миллионы долларов в один проект, и надеются получить отдачу от своих инвестиций в виде кассовых сборов или доходов от онлайн-кинотеатров. Другой источник – независимые финансисты. Это богатые люди или компании, которые инвестируют в фильмы или сериалы в надежде получить прибыль. Они часто питают страсть к искусству и готовы рискнуть в проекте, в который верят. Многие из них финансируются продюсерскими компаниями, которые затем продают право сетям и стриминг-платформам. Это может включать в себя сложную сеть переговоров и сделок. Например, производственная компания может обратиться к каналам с пилотным эпизодом, надеясь получить финансирование для полного сериала. Если канал заинтересован, они могут предложить лицензионную плату или согласиться на совместное финансирование проекта. В качестве альтернативы некоторые сериалы полностью финансируются потоковой платформой, такой как Netflix или Amazon Prime, которые затем сохраняют право на сериалы. Еще один способ, с помощью которого кинематографисты могут финансировать свои проекты – это кинофестивали. Многие фестивали предлагают возможности финансирования или контакты с потенциальными инвесторами для фильмов-победителей. Кроме того, фильм, получивший положительные отзывы на фестивале, может вызвать интерес у дистрибьюторов, которые, возможно, захотят профинансировать более широкий прокат. Конечно, некоторые из крупнейших проектов на телевидении и в кино финансируются крупными студиями с большими карманами. Эти студии имеют доступ к огромным суммам денег и могут позволить взять на себя финансовый риск производства высокобюджетных фильмов и сериалов. Однако даже студиям приходится тщательно обдумывать, какие проекты они выбирают для финансирования, поскольку нет никаких гарантий возврата их инвестиций. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто все ждут чего-то невероятного и знают, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни. Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнения, бурлящие внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективные мероприятия. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы все так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Когда дело доходит до актерского мастерства, физическая подготовка часто рассматривается как дополнительная опция. Но для актеров, которые хотят показать себя с лучшей стороны и вывести свое мастерство на новый уровень, поддержание здоровья тела и разума абсолютно необходимо. Во-первых, физическая подготовка имеет решающее значение для способности актера играть сложные роли. Будь то физически сложная боевая сцена или длинный монолог, хорошая физическая форма может иметь решающее значение для способности актера убедительно сыграть роль. Выносливость, сила и гибкость являются ключевыми компонентами физической подготовки, которые могут помочь актеру оставаться на вершине своей игры. Помимо непосредственных требований работы, физическая подготовка также может оказать глубокое влияние на общее самочувствие актера. Доказано, что регулярные физические упражнения снижают стресс, улучшают настроение и улучшают когнитивные функции. В такой требовательной и конкурентной сфере, как актерское мастерство, эти преимущества могут иметь неоценимое значение для психического и эмоционального здоровья актера. Но физическая подготовка – это не только посещение тренажерного зала или пробежка. Это также забота о своем теле и разуме другими способами. Здоровое питание – достаточное количество сна и время для ухода за собой. Все это важные компоненты физической подготовки, которые могут помочь актеру чувствовать себя лучше как на съемочной площадке, так и вне ее. Уделяя первоочередное внимание своему здоровью и благополучию, актеры могут улучшить свои выступления, расширить свои карьерные перспективы и наслаждаться более счастливой и полноценной жизнью как на сцене, так и за ее пределами. При этом важно помнить, что избыточный вес не обязательно означает, что актер менее талантлив или менее способен. Есть много успешных актеров, которые не соответствуют типичному голливудскому шаблону и добились успеха, используя свою уникальную внешность и таланты. Более того, индустрия развлечений медленно, но верно становится все более инклюзивной и принимает различные типы телосложения. Теперь у актеров с избыточным весом больше возможностей найти работу, и многие постановки активно ищут исполнителей с разным опытом. Актеры готовы, но не хватает одного важного элемента – звука. Без звуковых эффектов фильм или сериал могут не получиться, и зрители будут чувствовать, что чего-то не хватает. Вот тут-то и появляется искусство звукозаписи. Запись звуковых эффектов для фильмов и сериалов – сложный и увлекательный процесс, в котором участвует команда опытных профессионалов, работающих вместе над созданием захватывающего звука. Эти звукорежиссеры и так называемые специалисты по шумам фоли способны перенести нас в другой мир, дать нам почувствовать, что мы находимся прямо в центре событий. Представьте себе сцену, где персонаж идет в лесу. Шуршание листьев под ногами, щебетание птиц, далекий звук ручья. Все эти звуки должны быть тщательно записаны и наложены друг на друга, чтобы создать реалистичный и захватывающий звуковой опыт. Специалисты фоли используют различные реквизиты и оборудование, чтобы воссоздать эти звуки в студии. От хруста сельдерея для имитации звука ломающихся костей, до использования полотенца и пары обуви для создания звука шагов на разных поверхностях. Но звукозапись – это не только создание реалистичных звуковых эффектов. Речь также идет об использовании звука для передачи эмоций и рассказа истории. Простая мелодия на фортепиано может тронуть струны нашего сердца, а внезапный взрыв музыки может заставить нас вскочить со стула. Звуковые эффекты могут создать напряжение и даже заставить нас смеяться. Одним из самых сложных аспектов записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов является запись звуков реальных ситуаций. Представьте, что вы пытаетесь записать звук автокатастрофы или грозы. Ждать, пока эти события произойдут естественным образом, не совсем практично. Вот где в дело вступают звукорежиссеры, использующие комбинацию записанных звуков и специальных эффектов для создания того самого желаемого эффекта. Искусство звукозаписи постоянно развивается, постоянно появляются новые технологии и приемы. От использования бинауральной записи до разработки звукового дизайна виртуальной реальности – возможности безграничны. Кроме того, звуковые эффекты не ограничиваются только добавлением реализма или эмоциональной глубины сцены. Их также можно использовать для создания ощущения времени и места. Например, звук дискового набора телефона может перенести нас в прошлое, а потрескивание винила может вызвать ностальгию по ушедшей эпохе. Но несмотря на эти достижения, для записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов по-прежнему требуются значительные навыки и мастерство. Требуются годы практики и опыта, чтобы овладеть искусством фоли, понять физику звука и узнать, какие микрофоны и методы записи использовать в различных ситуациях. Многие любители кино оказывались полностью захваченными новым сериалом, с нетерпением ожидая следующего сезона. А затем внезапно узнавали, что сериал неожиданно закрыли. Это разочаровывающий опыт, и он стал слишком распространенным в последние годы. Так почему же сериалы заканчиваются после всего лишь одного сезона? Давайте рассмотрим некоторые причины этого явления. Одна из самых распространенных причин, по которой сериал заканчивается всего через один сезон, это низкие рейтинги. Ни для кого не секрет, что телевизионные сети занимаются зарабатыванием денег, и если сериал не собирает столько зрителей, сколько они хотят, вряд ли его продлят на следующий сезон. В сегодняшнем переполненном телевизионном ландшафте, когда у зрителей есть бесчисленное количество вариантов того, что смотреть, новому сериалу может быть трудно прорваться и найти аудиторию. Еще один фактор, который может способствовать окончанию сериала после одного сезона, это творческие разногласия между создателями и каналом. Сериал может иметь уникальные видения и стиль, которые отличают его от других, но если руководители сети не согласны с этим видением, они могут предпочесть закрыть сериал, вместо того, чтобы попробовать что-то новое и необычное. Иногда сериал может закончиться после одного сезона просто потому, что оно задумывалось как ограниченная серия. В этом случае у создателей могла быть конкретная история, которую они хотели рассказать. И как только эта история была завершена, в дополнительных сезонах не было необходимости. Ограниченные серии становятся все более популярными в последние годы, и на то есть веские причины. Они дают создателям возможность рассказать полную и убедительную историю в рамках определенного количества эпизодов. Без необходимости придумывать новые сюжетные линии для продолжения нескольких сезонов. Ограниченные сериалы также могут привлечь знаменитых актеров, которые, возможно, не заинтересованы в длительном сериале, но рады перспективе работы над более коротким, более целенаправленным проектом. Еще одним преимуществом ограниченных сериалов является то, что они могут быть более экспериментальными и смелыми, чем традиционные проекты. Имея всего несколько серий для работы, создатели могут рисковать и раздвигать границы способами, которые могут быть невозможны с сериалами, рассчитанными на несколько сезонов. Ограниченные сериалы могут затрагивать сложную тему и могут быть более амбициозными в визуальном, а также повествовательном плане, чем другие сериалы. Фильмы и сериалы способны увлечь нас, перенести в разные миры и погрузить в истории, которые иначе мы бы никогда не увидели. Тем не менее, как мы все знаем, не все фильмы и сериалы одинаковы. Некоторые заставляют нас скучать и не интересоваться, задаваясь вопросом, почему мы вообще тратим время впустую? Так почему же некоторым фильмам и сериалам не удается привлечь наше внимание? Ответ кроется в сложном сочетании факторов, влияющих на создание по-настоящему захватывающей истории. Одна из основных причин, по которой некоторые фильмы и сериалы скучны, заключается просто в том, что они не вызывают у нас эмоционального отклика. В хорошей истории должны быть персонажи, которые нам не безразличны. С мотивами, которые мы понимаем и которые нам близки. Без этой эмоциональной связи нам просто все равно, что будет дальше. Это как смотреть спортивную игру между двумя командами, которые вам не интересны. Другая причина, по которой некоторые фильмы и телепередачи не привлекают нашего внимания, заключается в том, что в них отсутствует ощущение безотлагательности или напряжения. У хорошей истории должны быть ставки, что-то, что персонажи могут выиграть или проиграть. Без этого чувства напряжения нет причин продолжать смотреть. Это как смотреть фильм, конец которого уже известен. Нет ни удивления, ни предвкушения. Но, пожалуй, самый важный фактор в том, скучен ли фильм или сериал, это темп. Хорошая история должна быть динамичной, с устойчивым ритмом, который удерживает нас вовлеченными и заинтересованными. Если история движется слишком медленно, нам становится скучно. Если она движется слишком быстро, у нас не будет времени осознать, что происходит, и мы будем перегружены. Темп – это тонкий баланс, и во многих фильмах и сериалах его не удается найти правильно. Конечно, есть много других факторов, которые могут сделать фильм или сериал скучным – плохой сценарий, плохая игра актеров, неинтересная операторская работа и так далее. Но в конце концов, именно эмоциональная связь, ощущения безотлагательности и ритм создают или разрушают историю. Киноиндустрия – это бурлящий улей, в котором бесчисленное количество людей неустанно трудятся за кулисами, чтобы воплотить истории в жизнь на большом экране. Это масштабные мероприятия, и для того, чтобы все прошло гладко, необходима огромная команда людей. Но что именно входит в производство фильма и сериала? Съемочная группа состоит из множества отделов, у каждого из которых есть свои специфические задачи и обязанности. От постановочного дизайна до костюмов и грима, от кинематографии до звукового дизайна. Существует бесчисленное множество элементов, о которых необходимо позаботиться, чтобы создать успешный фильм. И в каждом отделе есть своя команда квалифицированных специалистов, работающих в унисон, чтобы воплотить замысел директора в реальность. Это немного похоже на хорошо смазанную машину, где каждая отдельная часть работает в гармонии с другими. Но дело не только в том, что каждый занимается своим делом, ключевое значение имеет общение. Каждый отдел должен быть в постоянном контакте друг с другом, чтобы все было слажено и работало для достижения одной цели. И не только разные отделы должны быть синхронизированы. Режиссер и продюсер также должны тесно сотрудничать, чтобы фильм или сериал не сбивались с пути и соответствовали их видению. Между съемочными группами существует настоящее чувство товарищества. С долгим рабочим днем и сжатыми сроками важно, чтобы все могли положиться друг на друга и работать вместе как одна команда. И с приливом адреналина, который приходит с волнением от создания чего-то особенного. Нередко можно увидеть улыбки на лицах всех, даже после изнурительного дня на съемочной площадке. Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами. Каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного. Но с правильной командой и правильным отношением все возможно. И давайте не будем забывать о бесчисленных часах подготовки к съемкам фильма еще до того, как будет включена хотя бы одна камера. От написания сценария до кастинга, от поиска локации до создания раскадровки. Этап подготовки также важен, как и сама съемка. В конце концов, успешный фильм – это результат бесчисленных часов напряженной работы и самоотверженности огромной команды людей. От стадии подготовки к финальному редактированию каждый отдел должен работать вместе, чтобы создать что-то действительно особенное. И хотя это не всегда легко, конечный результат того стоит. Снять фильм – немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий, и конечно же денег. А как мы все знаем, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизации кинооборудования, возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества? Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа, кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшна. Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов. Столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле, ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Кино и сериалы – это многомиллиардная индустрия, которая очаровывает зрителей во всем мире. Они предлагают нам способ убежать от реальности, возможности испытать разные миры и форму развлечения, которые не похожи ни на что другое. Однако, несмотря на успех отрасли, остается вопрос, всегда ли фильмы и сериалы окупаются. На первый взгляд может показаться, что фильмы и сериалы всегда приносят прибыль. В конце концов, фильмы-блокбастеры могут приносить сотни миллионов долларов в прокате. Однако реальность такова, что отрасль невероятно непредсказуема, и успех далеко не гарантирован. Во-первых, стоимость производства фильма или сериала может быть астрономической. Производство одного фильма может стоить десятки миллионов долларов. То же самое касается и сериалов. Это означает, что даже незначительное разочарование в прокате или падение рейтинга может оказать существенное влияние на прибыльность проекта. Еще одна проблема – вопрос дистрибуции. Стриминг-сервисы изменили традиционную модель распространения фильмов и сериалов. И хотя они могут предлагать значительные суммы денег за право на потоковую передачу контента, продюсеры и студии не всегда видят прямую отдачу от инвестиций. Кроме того, серьезной проблемой остается пиратство. Незаконные загрузки и потоки ежегодно обходятся отрасли в миллиарды долларов упущенной выгоды. Даже когда фильм или сериал пользуются успехом, прибыль не всегда распределяется равномерно между всеми заинтересованными сторонами. Например, актеры и режиссеры могут получать огромные зарплаты, что снижает прибыльность проекта. Точно так же студия или производственная компания могут получить значительную долю прибыли, оставив другим заинтересованным сторонам меньше денег, чем они ожидали. Несмотря на эти проблемы, индустрия кино и сериалов продолжает процветать. Потенциал огромной финансовой отдачи, очарования славы и художественного самовыражения, а также любовь к рассказыванию историй – все это факторы, которые заставляют индустрию двигаться вперед. Хотя некоторые проекты могут не окупить свои производственные затраты или разочаровать в прокате, индустрия в целом остается жизненно важной и динамичной частью нашей культуры. Нельзя отрицать, что актеры являются одними из самых высокооплачиваемых профессионалов в индустрии развлечений. В то время как некоторые актеры получают огромные зарплаты, достигающие десятков миллионов долларов, другие с трудом сводят концы с концами. На самом деле, подавляющее большинство актеров зарабатывают очень мало денег на своем ремесле. И лишь немногие избранные достигают высших эшелонов славы и богатства. Так что же определяет зарплату актера? В игру вступает множество факторов, в том числе их опыт, размер и масштаб проекта, над которым они работают. И даже их репутация. Но как насчет подающих надежды актеров, которые еще не достигли такого уровня славы и признания? Ну, их зарплаты могут сильно различаться в зависимости от проекта. Независимые фильмы, например, часто имеют гораздо меньшие бюджеты, чем блокбастеры. А это означает, что актерам может потребоваться сокращение заработной платы, чтобы участвовать в проекте. А еще есть актеры, работающие в театре, где зарплаты могут быть еще более непредсказуемыми. В то время как некоторые звезды Бродвея могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в неделю, многие актеры региональных театров зарабатывают гораздо меньше. Иногда всего несколько сотен долларов в неделю. Конечно, не только актеры зарабатывают деньги в индустрии развлечений. Режиссеры, продюсеры и сценаристы также получают высокие зарплаты. И даже члены съемочной группы, работающие за кулисами, могут неплохо зарабатывать. Но нельзя отрицать, что актеры являются публичным лицом индустрии. И поэтому они часто несут на себе основную критику, когда обсуждаются зарплаты. Дело не только в размере зарплаты. Актеры также могут вести переговоры о дополнительных возможностях, таких как процент от прибыли, бонусы за достижение определенных этапов или даже права собственности на производство. Традиционно актеры получали фиксированную плату за свою работу. Этот гонорар будет оговариваться до начала производства, и актер получит его независимо от того, насколько успешным окажется проект. Но в последние годы появилась новая тенденция – платить актерам процент от прибыли. На первый взгляд это может показаться более справедливым способом вознаграждения актеров. Ведь если проект удался, то и актеры, которые над ним работали, должны разделить этот успех. Но как и в большинстве случаев в индустрии развлечений, все не так просто. Во-первых, не каждый проект гарантированно приносит прибыль. На самом деле, многие проекты никогда не окупают свои производственные затраты, не говоря уже о прибыли. В этих случаях актеры, работавшие над проектом, оставались бы ни с чем, даже если бы они вложили месяцы напряженной работы. Несмотря на эти проблемы, многие актеры по-прежнему готовы рискнуть и получить процент от прибыли. Во-первых, это может быть отличным способом заработать больше денег, если проект преуспеет. Но помимо этого, это также может быть способом для актеров продемонстрировать свою веру в проект и показать, что они готовы тяжело работать, чтобы добиться успеха. Актерское мастерство – это вид искусства, который веками очаровывал публику. От древнегреческих трагедий до современного кино, умение изображать эмоции и характеры на сцене или экране всегда высоко ценилось. Однако не все наделены природным талантом к актерскому мастерству, и многие могут задаться вопросом, почему это так. По своей сути, актерское мастерство требует сочетания врожденных способностей и приобретенных навыков. Наиболее фундаментальным аспектом актерского мастерства является способность убедительно выражать эмоции с помощью мимики, языка тела и модуляции голоса. Некоторые люди от природы одарены в этой области, обладая рядом выражений лица и жестов, которые могут передавать самые разные эмоции. Другим, возможно, придется много работать, чтобы развить эти навыки посредством практики и обучения. В дополнение к эмоциональному выражению актерское мастерство также требует способности понимать и воплощать характеры. Это означает возможность погрузиться в вымышленный мир и убедительно изобразить мысли, чувства и мотивы персонажа. Это требует высокого уровня эмпатии и воображения, которыми не каждый обладает в равной мере. Но одного таланта недостаточно, чтобы стать успешным актером. Это также требует самоотверженности, тяжелой работы и готовности учиться и расти. Актерское мастерство включает в себя ряд навыков. От анализа сценария и развития персонажа до вокальной подготовки и физических движений. Это требует часов практики и репетиций, часто без особого признания или вознаграждения. Только те, кто действительно увлечен своим ремеслом, могут упорно преодолевать трудности и неудачи. Будь то на сцене или на экране, актерское мастерство позволяет людям исследовать свои творческие способности, выражать свои эмоции и общаться с аудиторией мощным и осмысленным образом. Кроме того, важно понимать, что актерский талант может проявляться во многих различных формах. В то время как некоторые актеры могут преуспеть в драматических или эмоциональных ролях, другие могут блистать в комедийных выступлениях. Не существует универсального подхода к актерскому мастерству. Разные роли требуют разных навыков и талантов. Поэтому, хотя у некоторых людей может не быть естественной способности преуспеть в определенных типах ролей, у них могут быть другие таланты, которые делают их идеально подходящими для других типов выступлений. Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения. Но помимо своей основной цели, они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира. От формирования политических взглядов до установления модных тенденций. Кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов. Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев. Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни. Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира. Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам, от политических идеологий до социальных движений. Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки, которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы. Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире. Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам. Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию, в то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию. Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей, особенно в индустрии моды и красоты. Например, популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране может привести к увеличению продаж этих продуктов. Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране может повлиять на потребительский выбор. Например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни. В каждом великом фильме или телесериале всегда есть персонажи, за которых мы болеем, которыми восхищаемся и с которыми отождествляем себя. Но как насчет персонажей, которых мы ненавидим? Это отрицательные персонажи, и они играют важную роль в привлечении зрителей и удержании их в напряжении. Отрицательные персонажи являются антитезой герою. Часто именно они создают напряжение и конфликт в истории, будь то из-за своих интриг и манипуляций, своей агрессии или мировоззрения. И все же мы не можем не быть очарованы ими. Возможно, это потому, что они представляют темную сторону человеческой природы, на которую мы все способны, но редко признаем. Или, может быть, это просто огромный интерес от наблюдения за кем-то, кто действует вне социальных норм и правил. Независимо от причины, отрицательные персонажи стали неотъемлемой частью повествования. Что делает великим отрицательных персонажей? Дело не только в том, чтобы быть злым или агрессивным. Лучшие отрицательные персонажи – это те, у которых есть глубина и сложность, которых мы можем понять на каком-то уровне, даже если мы не согласны с их действиями. У них есть предыстория, которая объясняет их мотивы, и их действия часто обусловлены чувством отчаяния, боли или травмы. Это полностью проработанные персонажи, а не просто картонные вырезки, предназначенные для того, чтобы их освистывали. Отрицательные персонажи также дают актерам возможность продемонстрировать свой диапазон и талант. Игра злодея или антигероя позволяет актерам исследовать более темные эмоции и мотивы, которые они не могут исследовать в более традиционных героических ролях. Игра отрицательного персонажа может быть палкой о двух концах для актеров. С одной стороны, это может быть прекрасной возможностью продемонстрировать свой диапазон и талант, а также по-новому и интересно пообщаться с аудиторией. С другой стороны, им также может быть трудно избавиться от негативных ассоциаций, связанных с игрой злодея или антигероя. Это явление может быть как благословением, так и проклятием для актеров. Также с одной стороны, это может помочь установить их наследие и закрепить их место в массовой культуре. А с другой стороны, это также может ограничить их возможности и затруднить их серьезные отношения к другим ролям. Вот почему для актеров так важно тщательно продумать типы ролей, которые они берут на себя, и убедиться, что в их портфолио есть самые разные персонажи. В конечном счете, по-настоящему великий актер способен превзойти своих отрицательных персонажей и создать новые и запоминающиеся роли, которые ценны сами по себе. То, что актер ассоциируется с определенной ролью, не означает, что он не может вырваться из этого шаблона и удивить публику чем-то совершенно другим. Вот что делает мир кино и телевидение таким захватывающим и непредсказуемым. Вы когда-нибудь смотрели фильм или сериал и оказывались полностью погруженными в мир на экране? Персонажи, история и диалоги могут быть важными элементами, но именно декорации могут по-настоящему перенести вас в другое место и время. Декорации – это больше, чем просто фон для действия. Это неотъемлемая часть процесса повествования, визуальное представление мира, в котором живут персонажи. Правильные декорации могут создать настроение, вызвать эмоции и добавить глубины повествованию. Представьте себе вестерн без потрясающих видов американской границы или научно-фантастический фильм без футуристических пейзажей, переносящих вас в другой мир. Декорации помогают создать ощущение места и времени, вовлекая вас в историю и заставляя поверить в мир на экране. Но дело не только в создании правдоподобного мира. Декорации также можно использовать для придания истории символизма и смысла. Подумайте о зловещем и мрачном замке из фильма ужасов, или об идилической и залитой солнцем сельской местности из романтической комедии. Эти настройки говорят нам кое-что о тоне и темах истории. Декорации также могут использоваться для отражения эмоционального состояния персонажей. Мрачный, дождливый пейзаж может отражать печаль или отчаяние персонажа, в то время как яркая солнечная сцена может указывать на его счастье или надежду. Одна из замечательных особенностей декораций заключается в том, что их можно использовать по-разному. Их можно использовать для создания напряжения, создания настроения или просто для того, чтобы сделать сцену более визуальной и интересной. Возможности безграничны. Конечно, дело не только в том, что на экране. Правильный саундтрек может улучшить декорации и оживить их. Звук волн, разбивающихся о пляж или щебетание птиц в лесу могут создать ощущение атмосферы, которое еще больше увлечет вас в историю. В последние годы в индустрии развлечений наблюдается замечательная тенденция переделывать классические фильмы и сериалы. Ремейки, от любимых детских фильмов до культовой классики, в наши дни кажутся повсюду. Этот всплеск ремейков вызвал споры как среди зрителей, так и среди критиков, одни хвалят новые интерпретации, а другие критикуют их как ленивые попытки нажиться на ностальгии. Итак, что движет этой тенденцией? Одним из факторов, несомненно, является сила ностальгии. У всех нас есть воспоминания о просмотре определенных фильмов или сериалов с семьей и друзьями, и возможность вернуться к этим воспоминаниям может быть неотразимой. Ремейки позволяют нам пережить этот опыт, наслаждаясь современными ценностями и обновленными сюжетными линиями. Но одна только ностальгия не может объяснить широкую популярность ремейков. Еще одна причина их популярности – то, как они могут вдохнуть новую жизнь в знакомые истории. Отличный ремейк может взять любимую классику и сделать ее свежей и актуальной для нового поколения. Обновляя обстановку, персонажей или темы, ремейк может использовать текущие культурные тенденции и общаться с более молодыми зрителями. Конечно, не все ремейки одинаковы. Некоторые из них плохо выполнены и не могут передать магию оригинала. Лучшие ремейки обеспечивают баланс между уважением к исходному материалу и привнесением чего-то нового. Недавний всплеск ремейков – сложное явление, которое говорит о нашей ностальгии, нашем желании по-новому взглянуть на знакомые истории. Любите вы их или ненавидите, ремейки никуда не денутся. И будет интересно посмотреть, как они будут развиваться в ближайшие годы. Актерское мастерство часто считается одной из самых гламурных профессий в мире. От красных дорожек до высокобюджетных съемочных площадок актеры постоянно находятся в центре внимания. Однако искусство актерского мастерства – это гораздо больше, чем просто надевание костюма и произнесение реплик. Речь идет о воплощении персонажа, становлении кем-то совершенно отличным от себя. Процесс превращения в персонажа может оказаться непростой задачей даже для самых опытных актеров. Это требует глубокого понимания личности персонажа, его мотивов и эмоций. Актер должен быть в состоянии полностью погрузиться в мир персонажа и достоверно передать его мысли и действия. Давление, связанное с работой в сжатые сроки, может быть невыносимым. Необходимость каждый раз показывать убедительную игру может сказаться на психическом и физическом здоровье актера. Постоянное давление, чтобы оправдать ожидания, может быть утомительным. И многие актеры изо всех сил пытаются сохранить свою концентрацию и энергию на протяжении всего съемочного процесса. Несмотря на эти проблемы, награда за воплощение персонажа может быть огромной. Когда актер успешно перевоплощается в персонажа, он привносит в роль уникальный вид, который может очаровать зрителей и оставить неизгладимые впечатления. Способность переносить зрителей в другой мир и вызывать сильные эмоции – вот что делает актерское мастерство такой мощной формы искусства. Однако сложность перевоплощения в персонажа может варьироваться в зависимости от типа роли и опыта актера. Например, некоторым актерам может быть легче превратиться в персонажа, который имеет те же черты или опыт, что и они сами. Многие актеры считают процесс превращения в персонажа одним из самых полезных аспектов своей профессии. Это позволяет им исследовать различные аспекты себя и уникальным образом связываться с окружающим миром. Процесс трансформации также может быть терапевтическим для актеров, позволяя им исследовать сложные эмоции и переживания, которые в противном случае у них, возможно, не было бы. Когда дело доходит до съемок фильма или сериала, все продумано до мельчайших деталей. Сценарии пишутся и репетируются, декорации проектируются и строятся, актеры подбираются. Однако даже при всем этом планировании всегда остается место для импровизации. На самом деле, некоторые из самых знаковых моментов в истории кино и телевидения стали результатом импровизации. Искусство импровизации – это мощный инструмент в руках умелого актера. Но что такое импровизация и как она работает на съемочной площадке? По своей сути, импровизация – это акт спонтанного создания чего-либо в данный момент без предварительного планирования или подготовки. В контексте актерской игры это может включать в себя создание новой линии диалога на месте, неожиданную реакцию на партнера по сцене или даже импровизацию всей сцены с нуля. Несмотря на трудности, многие актеры используют возможность импровизировать на съемочной площадке. Для одних импровизация – это способ привнести спонтанность и энергию в свои выступления, а для других – это шанс проявить себя творчески и пойти на риск. Прелесть импровизации в том, что она может принимать разные формы. Иногда это простая импровизированная фраза, добавляющая сцене нотку юмора или пафоса. В других случаях это совершенно новая сцена, возникающая в момент вдохновения на съемочной площадке. А еще бывают моменты чистого хаоса, когда актер выходит за рамки сценария, а всем остальным приходится изо всех сил стараться не отставать. Но независимо от того, какую форму она принимает, импровизация всегда захватывающая. Это шанс увидеть самых творческих и смелых актеров, раздвигающих границы возможного на экране. Конечно, не все режиссеры – любители импровизации. Некоторые предпочитают придерживаться сценария, опасаясь, что излишняя импровизация нарушит темп или тон сцены. Другие приветствуют это с распростертыми объятиями, зная, что лучшие моменты в кино и на телевидении часто случаются, когда актерам предоставляется свобода играть. Каскадеры в фильмах и сериалах – невоспетые герои индустрии развлечений. Это те, кто делает невозможное возможным, те, кто воплощает в жизнь последовательности действий, и те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране. Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами, которые проходят строгую физическую подготовку и практику, чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов. Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков. Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен. От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем, чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране. Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер. Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимые для их работы, каскадеров часто упускают из виду и недооценивают. Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание. То, что они делают, совсем непросто. Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства. А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя. Каждый трюк – это просчитанный риск. Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности. От ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов. Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются. У них есть страсть к действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного. Приглушенный свет, попкорн в руках. Предвкушение нарастает, когда начинаются вступительные титры. Просмотр фильма или сериала – это любимое времяпрепровождение для многих. Но бывают случаи, когда лучше просто нажать кнопку «Стоп» и двигаться дальше. Как понять, что фильм или сериал тратят ваше драгоценное время? Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, если сюжет не захватит вас в течение первых 15 минут, скорее всего он не станет лучше. Мы все виноваты в том, что держимся за фильм или сериал, надеясь, что он улучшится. Но чаще всего это просто становится пустой тратой времени. Если вы не зацепились в первые минуты, пришло время переключиться на что-то другое. Если вы обнаружите, что проверяете свой телефон или отвлекаетесь во время просмотра, то это признак того, что фильм или сериал не удерживают ваше внимание. У вас может возникнуть соблазн многозадачности. Но если вы не полностью погрузитесь в историю, вы упустите ключевые детали. Наконец, обратите внимание на общий тон фильма или сериала. Если он слишком темный, жестокий или депрессивный, возможно он не стоит вашего времени. Выбор фильма или сериала может быть непростой задачей, но учитывая свое настроение, интересы, отзывы и рекомендации, вы сможете найти идеальный вариант для следующего просмотра. Так зачем довольствоваться одним и тем же, когда есть целый мир развлечений?